Итак, вчера закончила влог только на том, что мы подарили друг другу подарки. После Москвы-Сити мы приехали к маме, посидели, поболтали с сестрой, с мамой, с Алексеем, с Серегой. Сегодня уже следующий день, мы встали сегодня в 7 утра, и мы выдвигаемся, если бы вы знали, куда мы выдвигаемся, на Кремлевскую елку. В принципе, цель нашей поездки, это Кремлевская елка, это то, ради чего мы приехали, и очень хотим посмотреть, и мы, и надеять, и мечта, в общем, всех четверых. Потому что каждый год Максим смотрит Кремлевскую елку на карусели, и мы ему качаем, он, в принципе, знает, что это такое. Боже, какая погода дурацкая. В Москве просто снег валит, вот смотрите, причем такой мокрый снег. Давайте, ребята, побыстрее. И, в принципе, мы туда выдвигаемся. Дело в том, что Кремлевская елка состоит не только из представления в самом концертном зале, но и до этого часовое представление в холле. Поэтому, по сути, ты приходишь за час пятнадцать до начала. Мы собраны. А, мы забыли! Только мы могли забыть чехол с костюмами. Ой, господи, благо, хоть мы только отошли от подъезда, мама спустилась, нам принесла. Боже, боже, короче, не мама, не Алексей. Семь утра не спят, готовили этих детей, мама заплетала. Короче, веселуха. Все. Фу-фу-фу-фу. Все, они вроде ничего не забыли. Идем в метро. Там, нам на Александровский сад. Там мы встретимся с моей родной сестрой. Родная сестра тоже мечтала об этом всю свою жизнь. Поэтому она говорит, нет, если я сейчас не пойду с твоими, я не знаю, когда я пойду в следующий раз. Поэтому сестра вместе с нами. Я вам покажу. Потому что, судя по тому, что есть в Ютубе, во-первых, влогов очень мало. Во-вторых, я до сих пор не понимаю, как там они идут. Там Кутафия башня, по-моему, называется. Я постараюсь показать, потому что вот мы смотрели, нам было интересно. Я не понимала, как. Слушайте, очень неудобно снимать. Снег прям в лицо. Так что встретимся уже на Александровском саду. Значит, смотрите, почему ничего не показывало, как вы ходили. Потому что сейчас очень крупные указатели в течение всего перехода на всех станциях метро, где написано на ёлку, на ёлку. Поэтому нет смысла. Ну и, в принципе, мы уже у Кремля. В Москве невероятная погода, ощущение, что мы просто нафортануло. Не то слово, не холодно. И очень-очень празднично. Всё, мы на месте. Такой осмотр был серьёзный. Нас прям проверяли. Ну, это правильно, если честно. В нынешней ситуации, тем более. Первый раз я здесь, кстати. Здесь была я сестра, и мама у меня. А я не была ни разу в Кремлярском дворце. И вот. И вот. И вот. И вот. Олечка идёт с Максимом впереди. Класс. Всё. Всё вовремя. Мы прям по часам. Вон видны куранты, которые мы видим каждый Новый год. Класс. Очень красиво. Ура. Мы добрались. Ну всё. Ну всё. Ну пошли. Ну пошли. Красавчики наши. Тут тоже красавчики. Тут тоже красавчики. Пойдём, пойдём, Максик. Пошли, зайчик. Смотри, рыцарь и зайка. Хочу показать им. Рыцаря. А когда я скажу «пенёчки», нужно будет вот так вот на корточке присесть. Запомнили? Молодцы. Итак, ёлочки кружатся, как ёлочки. Пушистые ёлочки. Ёлочки-пенёчка. Молодцы. Молодцы, ребята. Молодцы. А сейчас наша замечательная Марковка с вами поиграет в интересную игру. Привет, ребята. Всё, хлопайте, молодой господин. Наши души. Спустите. А теперь поступите сильно. Ног стала волшебна. Другая стала волшебной. Пяточка стала волшебной. Макошечка стала волшебной. Носик стал волшебной. Молодцы, мать и носик, скорее, тряси свою волшебную паучку. Чтобы зарабатывала паучи тряси пальчиком. Ещё раз попробуем. Носик стал волшебным. Пол стал волшебным. Потому и пока себе на них стали волшебными. А ещё волшебным стал год 2023. Найдите такой котёночек, он шестенький, и у него есть шелка. А шелка у него почти стойный летит. У котёнка показываем шёстка, 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 шёсточка везде. У котёнка шёстка, 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 шёсточка, шёсточка везде. И вместе на руку, на шаг, на шее, на ладьём. И что на главную школа, в полях и в русках, и танцуются. Лия-и-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Давайте садитесь внизу, садитесь внизу. Сейчас будем с вами развивать самый настоящий Кремлёвский салют. Садитесь внизу, что-то где-то, что садитесь, скорее не ходят. Итак, я посчитаю, до трёх. Мы вместе после этого выпрыгнем вверх, громко крикнем «Ура!», расставим ручки как будто мы солимые звёздочки. И будем сошигать, договорились? Внимание. Один, два, три. Молодцы, ребята. А теперь давайте возьмем друг друга за руки. Возьмем друг друга за руки. Молодцы. Сейчас мы... Шею, шею, друг. Молодцы. А сейчас, внезапно, мы превращаемся в уся. Садимся на корточки и идем, как ходят уточки. На корточки, на корточки. Вот, молодцы, ребята. Отлично. Молодцы. Молодцы. Давайте поаплодируем. А сейчас, внимание, закройте глаза. Закройте глаза. Закройте, закройте. А теперь загадайте вы самое-самое запетное. Поднимаем ручку на ногу. Поднимаем ручку на ногу. Поднимаем другую ручку на ногу. Смотрим на нее. Смотрим на лево. А теперь направо. А поднимаем соседа слева. А теперь поднимаем соседа справа. А теперь поднимаем сами себя. Поднимаем. Смелись, ладкий. Да. О, вот теперь услышали. Ну что, пойдем дальше. Нет. Зако, я вижу волка. Скорей прячемся. Зако, что же будем делать? Я знаю, что нужно делать. Давайте на счет, раз, два, три. Встанем и скажем. Уходим, волк. Готовы? Раз, два, три. Уходим! Ого, вот это мы напугали. Потому что нас много друзей. Давай, вра! Вы такие молодцы. Вы ничего не боитесь. Я хочу все время теперь с этими ребятами идти в лес. Я тоже. Все, мы на месте. Ура! У нас первый ряд амфитеатра. Левая сторона. Но мы покупали билеты очень много. Мы покупали их в октябре, по-моему, еще. Сам по себе зал, конечно, потрясающий. Вообще. Просто бомба какая-то. Я первый раз в жизни в Кремле. Меня, конечно, впечатляет. И для того, чтобы дети спокойно сидели перед представлением, здесь работает мультфильм. Само представление перед новогодней сказкой, которая в Кремле, очень крутое. У нас дети в восторге. На первом этаже были костюмы, я снимала. А потом на третьем этаже были зайцы. Тоже здорово. Очень много наряженных детей, персонажей. Все поздравляют с Новым годом. В общем, здорово. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Так, я уже дома у мамы. Я во второй комнате. Я здесь, кстати, никогда не снимаю, потому что вообще здесь живет другая девочка. Но на время каникулы она уехала, поэтому мы здесь ночуем. И мы приехали. Это очень насыщенный день. Кроме кремлевской елки мы сегодня не были нигде. У нас дети приехали, поели и заснули. И Катя проснулась в начале шестого. Они вымотанные были просто. Это очень крутое мероприятие, за которое мне не жалко ни копейки, которые мы заплатили. Потому что понравилось и нам, и с нами была Оля, и мне, и Сереже. Ну, детям это понятно. Я хотела бы сказать о минусе, который нам всем не понравился. Потому что, ну, как бы, я все равно, я считаю, что, конечно, как, плюсов было очень много. Но минус есть. Когда вы выходите из зала, вы должны получить подарок. Подарок, кстати, я вот... Вот подарок я вам не показала. Слушайте, давайте покажу подарок. Итак, ну вот два подарка. И насколько я изучала вообще информацию, я так поняла, что последние три или четыре года эти подарки неизменны. Вы можете заказать только билет на представление. Можете заказать билет на представление. Билет на подарок, он отдельный. Мы, естественно, заказали каждому по подарку, потому что я думаю, что какие бы неинтересные были бы представления, но у нас сейчас у детей Максиму очень вовремя была кремлевская елка, а Катюне немножко рано. Но я сейчас объясню, почему. Так вот, Катюне немножко рано, потому что вот часовое представление ей было не очень... Ну как долго смотреть, потому что это же не мультфильм, там же песни, танцы. И если Максим абсолютно погрузился в этот сюжет вообще, во всё Максим, даже не шевелился, мне кажется, он моргал редко, то Катюня, конечно, первые, наверное, минут 45, ну 30 даже, она смотрела вообще с открытым ртом. Потом 15 минут я уже вижу, она просто смотрит. А потом она уже мне спросила, мама, мы долго ещё здесь будем? Я говорю, Катюша, сейчас там как раз, говорю, сейчас, сейчас они спасут. И она уже смотрела, понимала, что я говорю, сейчас после этого будут подарки, и всё. И она, ну то есть как бы, она не капризничала ничего, но просто ей вот чуть-чуть рано. Вот программа до представления идеальна и для Кати, и для Макса. Потому что были дети постарше, которые во время программы в холле вообще не участвовали, просто стояли. И во время представления сидели в телефонах. Это, конечно, очень удручает, потому что приехать в Кремль на кремлёвскую ёлку и сидеть в телефоне, я, мне даже снимать не хотелось, я настолько хотела посмотреть, я настолько хотела рассматривать эти нереальные костюмы, снегурочки, Деда Мороза. Ну, короче, это супер круто. Так, что касается минуса. Ну, я не буду вам перечислять все плюсы и говорить, что нам, ну, организации на высшем уровне просто нереально круто. Вас встречают подарки и раздают там чуть ли не в десяти местах. Мы не стояли в очереди за подарки, за подарками вообще. Везде все поздравляют тебя с Новым Годом. Есть специальная стойка потеряшек. Громко говорить, если вдруг кто-то потерялся. Все так вот просто идут люди, вот работники, они там снегурочки, еще просто подходят к твоему ребенку и говорят, какая ты красивая, с Новым Годом, Катюня вообще в шоке была. Ну, музыка, все классно. Ты выходишь, и там есть баннер, он один из самых главных, и мы хотели, естественно, там сфотографироваться. Но когда шла программа до представления, я не хотела на это тратить время. И вообще я как-то так к этим фотографиям отношусь. У меня нет самоцели. Главное сфоткаться. Главное было, чтобы дети прочувствовали атмосферу. И я сразу Сереже сказала, говорю, Серег, посмотрим представление, выйдем. Если будет немного людей, сфотографируемся. Мы вышли, перед нами немного людей. Мы пошли фоткаться. Пошли за подарком. Мы идем в гардеробе. Я понимаю, что в гардеробе уже ходят эти мальчики, которые были переодеты в цилиндрах. Красиво. Итак, они не просто громко говорят спокойно. Уважаемые зрители, мы просим вас покинуть Государственный Кремлевский дворец. Потому что в 14.30 уже следующая программа. Эти люди тоже хотят зайти. А ты, ну там как много, очень большой поток этих людей. И я, ну я спокойно, мы спокойно их переодели. Все, но у меня сестра моя вышла, она мне не понравилась, что нас выгоняли. То есть не то, чтобы выгоняли, но поторапливали. И я как, конечно, ты смотришься там, как круто на этих детей. Как вообще ощущение, что это не праздник для детей, а каторга. Потому что я прямо, я думаю, не буду ей ничего, я не буду ругаться. Я не буду. Мы очень спокойно, очень по-доброму все сделали, все оделись. У детей не осталось ни одного какого-то негативного впечатления. Я уверена, что они даже это не заметили. Они просто одевались себе спокойненько, удобно. Кстати, сделаны стульчики такие круговые. Ну как в домах культуры. То есть ты сидишь на стуле. Я поднимала Катюню, чтобы она не становилась ногами на там кафель, по-моему. И как, в гардеробе мы не стояли вообще, вообще. То есть очереди нет там. В гардеробе работает просто на одной этой стойке три или четыре человека. Очень много людей задействовано. В любом случае, этот минус, он, ну, просто он есть. И я знаю, что есть люди, которые, когда ты куда-то ездил, первое, что говорят, что тебе не понравилось. Потому что интересней. Ну, в общем, я отсняла уже два влога. Вчерашний Яндекс, ну, офис Яндекса. И сегодня Кремлевская елка. Завтра у нас по плану. У нас вообще, конечно, супер-активити, каникулы. Завтра у нас по плану. Мы завтра встречаемся родственниками. Мы встречаемся с папиной сестрой, с папиным братом, с папиными племянниками. Мы едем за город. У них дом за городом. И мы, в общем, завтра у нас такой очень семейный день. Я не знаю, сниму ли вам что-нибудь. Я очень хотела бы, потому что у них шикарный дом. И я ни разу в нем не была. Если у меня получится, я обязательно сниму. Дети тоже ждут. И это, наверное, самые нетипичные каникулы наши. Самые необжорные каникулы. Я вообще сегодня, я понимаю, что я, кстати, еще не смотрела, сколько я прошла. Мне кажется, я тысяч 30 шагов прошла. Потому что после Кремлевской елки мы с мамой еще пошли по магазинам. Дети пришли спать с Сережей и Алексеем дома. А мы еще у нас дела были с мамой. Нам нужно было прикупить кое-что. Короче, очень активные, очень активные каникулы. Надеюсь, у вас такие же. Я надеюсь, что вам было интересно. Если честно, то я очень для вас старалась сегодня. Вы даже не представляете, насколько я не хотела никак отвлекаться от главного мероприятия. Но я понимала, что снять влог мне очень хочется. Потому что на Ютубе, к сожалению, нет полноценного влога о Кремлевской елке. Я искала хоть какие-то данные. Я искала хоть какой-то плюс или минус. Или чтобы мне объяснили, как одевать. Удобно, неудобно, холодно, жарко. И в холле, и в самом дворце вообще не холодно. Катюня у меня была без кофточки. Хотя я все взяла. Я очень переживала. Там очень комфортная температура. Прямо идеальная комфортная температура. Дети там не бегали. Ну, наши, по крайней мере. Как-то там не суетливо. Там так все возвышено. Ну, короче, очень круто. Я очень рада. Вообще, я, мне кажется, даже не ожидала. Не столького ожидала, насколько было круто.